Молодые супруги Мария и Артём Комаровы сами владельцы симпатичной собаки. Потом пройти мимо акции в поддержку бездомных животных просто не смогли. Совесть не позволила. Мы ехали случайно и услышали, что здесь акция. Вообще не первый раз слышим и участвуем. Помогаем вот так же кормами. У нас тоже есть собака. То есть как бы нужно помогать в таких благих начинаниях. Все начинается с братьев наших меньших. Фонд бездомных животных «Добрые руки» одну только что держится на трех незаурядных женщинах. Заявила себе громко и требовательно. Люди их услышали. На призыв о помощи откликнулся Олег Маларчиков, депутат городской думы и сам заводчик двух собак. Любовь к собакам и проблемы беззащитных перед человеком бездомных животных заставили его искать пути решения проблемы. Я не считаю, что мы сегодня достучались до всех. Мы сегодня все силы тратим на то, чтобы решать те возникающие спонтанно проблемы аварийные, когда собак вытаскиваем из-под веран детских, где они застревают. Там, где собак мы вытаскиваем из каких-то колодцев канализационных, где мы кошек снимаем с балконов, с деревьев застрявших. Здесь необходим, конечно, более мощный ресурс. Но вот глядя на то, чем мы занимаемся, как мы бьемся с этой проблемой, я надеюсь, люди постепенно к этому придут. Нельзя сразу поменять менталитет. Нет у нас понимания пока, я считаю, достаточного. Но люди, тем не менее, адекватно реагируют на наши проблемы. Я вижу, что если мы поставим в городе это все на какую-то основу, создадим какие-то правила, их просто будут с нами разделять. Это важно. Самая главная проблема – оформить место под постоянную дислокацию фонда. Сейчас пока передержки, места временного содержания животных находятся в частном секторе у частных лиц, а животных становится все больше. У нас сейчас на передержках 27 собак и 7 щенков, значит, 54 кошки с котятами. И я хотела обратиться к полегчанам, что нам очень тяжело, что, пожалуйста, будьте ответственны более, потому что берете животное, отвечайте за него, не выкидывайте на улицу. Лариса Шемета во всю зиму ездила в сад Уральский Зори и подкармливала брошенных здесь хозяевами бывших домашних питомцев. Лето животные верой и правда служили хозяевам, сторожили сады, а зимой оказались на улице. Нужно людям быть добрее, душевнее, любить животных, природу, потому что без этого вообще жизни нет. И нужно быть добрее. Доброта победит, я считаю. У меня просто слезы, мне жалко их всех. Я их всегда кормлю, я стараюсь не проходить мимо бездомной кошки или собаки, особенно люблю собак. Ее сын Георгий просто не может стоять в стороне. Я считаю, действительно, очень важно привлекать внимание общественности к этой проблеме. В нашем городе и в других городах очень много бездомных животных. Отношение людей к ним бывает разным, но очень часто мы сталкиваемся и с жестоким обращением с животными. Таких фактов очень много. Есть возможность, конечно, через социальные сети привлекать внимание к этой проблеме. Целый день люди несут корма, деньги, приносят даже медикаменты. Кто чем может. Собака Изо приветливо встречает каждого. Наташа Партина выходила изу, спасла ее от инвалидности. Они несут все, корма, медикаменты, крупы несут. Но, вы знаете, один огромный минус, как всегда. Люди вместо того, чтобы помочь, они просят. Мы вот дом продали, возьмите, заберите. Я говорю, вы где раньше-то были? Вы должны сами как-то работать с этим животным, пристраивать его куда-то. А вот другая история. Елена Любухина тоже работает в фонде на добровольных началах. Ее детская мечта иметь собаку осуществилась. Теперь ее собака Линда помогает в сборе средств для своих собратьев. Бездомные животные стали бездомными по вине человека. И только человек в праве, и даже не в праве, а человек обязан помочь решить эту проблему. Кроме того, бездомные животные, это, конечно же, все-таки и большая опасность для здоровья детей, для здоровья взрослых людей. Собаки собираются в стаи, стаи становятся опасными, нападают, могут напасть. И рост числа бездомных животных, он просто потрясает, если посмотреть на статистику. И у нас в городе эту проблему решают единицы энтузиастов. Решают посильно, кто чем может, кто как может. Часто люди звонят в фонд и просят принять своих питомцев, от которых они по разным причинам хотят отказаться. У фонда не хватает материальных возможностей взять такую ответственность на себя. Елена Лебухина говорит, что нужно стилизовать бездомных животных, чтобы прекратить распространение бездомышей. К сожалению, в больших городах, чьей социальной сети, родилось движение докхангеров, убийцев собак. И это движение набирает силу. На какой стороне вы, спросите у своей совести. Эльмира Самохин, Сергей Чижов. Новости нашего города.